добрый вечер агата с новым годом с наступившим спасибо вас спасибо за сотрудничество в прошлом году и этот год начинаем уже какое сегодня третье число да третье число да начинаем на ту же тему я пока про себя так условно назвал отчуждение ребенка глубже лабиринт хорошо у меня в процессе нашего прошлого обсуждения которое сейчас уже там больше 500 просмотров набрало но я думаю наберет видео большое и непростое в общем она она свою аудиторию наберет просто займет может быть несколько лет возникло несколько походу вопросов которые я думал что стоило задеть но там в силу того что мы сфокусировались немножко на другой тематике мы как бы бежали быстрее не до этого первый момент который я как бы уже процессе монтажа просто вспомнил скажем то что я встречал на нее такое что подготовительный вопрос существует ли вот поскольку мы уже говорили что в российской скажем так психологика какая-то немножко своя вселенная и не знает связано с тем что у нас школа сама психологическая другая или просто что мы отстали одни и те же вроде бы явления но объясняются разными другими словами и разными терминами существует ли понятие абьюза вот если мы выходим ну сейчас как бы все знают что такое сексуальный абьюз все знают что такое физический абьюз в принципе более или менее вошло уже в обиход понять и эмоциональный абьюз обычно когда говорят на эмоциональный абьюз ну и подразумевает что это такая ну там ругань разговор на повышенных тонах что такое как я понимаю абьюз вообще-то понятие еще тоньше там если от латыни отталкиваться да то это об юзаре дословно из пользовать то есть как я это понимаю в широком смысле это такое использование там человека или предмета что это этому человеку и предмета очень сильно вредит конечном счете существует ли в российской вот психологии в современные понятия родственные абьюзу или с абьюзов таковы хороший вопрос на самом деле но вот смотрите если мы будем смотреть на научную психологию она оперирует несколько лет понятия то есть там я тебя абьюз как таковой не используется если мы будем говорить о практической психологии о работе практических психологов ну то есть тех кто работает с людьми консультирует принимает где-то учится то здесь это понятие уже в общем то вошло в обиход она известно она используется никого уже скажем не удивляет муки а теперь в кейты было подготовительные вопросы для затравки можно ли как некоторые считают отнести пас то есть отчуждение ребенка и родителя отнести к абьюзу ребенка я считаю что можно поскольку действительно это некое использование ребенка использование ребенка как самоподдержки что ли возможно в цифровом конфликте один раз родителей или каким-то иным образом в любом случае эмоциональный абьюз однозначно это влечет несомненный вред для психической жизни этого ребенка возможно долгосрочный период в зависимости от того насколько это все далеко зашло в какой степени это ситуация если говорить по гарнер да по степени отчуждение там происходит и в общем да я бы отнесла критерия тогда третий вопрос по этой же части если допустить что это абьюз и принципе если психологи в целом с этим согласны не вытекает ли из этого автоматически что по логике это должно быть основание для того чтобы ну скажем так усомниться в качествах родителя как родителя то есть вот процессе например выяснения с кем он должен жить или какой должен порядок общения и так далее посмотреть в любом случае да это конечно основание для того чтобы усомниться в родительских качествах родителя того кто является не за отчуждением и по идее должна учитываться при оценке ситуации при оценке ситуации в том числе при решении вопроса с кем находиться ребенку каким образом видится старым родителям и так далее тут загвоздка то в чем загвоздка в том что если мы находимся сейчас просто в общей психологической плоскости да то есть мы можем сказать даже не через теорию пас например через теорию то же самое через теории которые существуют например в поле семейной системной психотерапии там всевозможные да там мы тоже можем в общем уговорить о том что каковы качества этого родителя что происходит использование и так далее то есть мы в общем нам не обязательно даже оставаться вот в этом вот поле практиковующему психологу понятно да что это ситуация нездоровая что родитель наверное не очень справляется своими родительскими обязанностями либо он не совсем стабильный ну то есть что-то здесь не так что-то не так с родителем которые инициируют такой ситуации с его родительским личным и человеческим качеством и так далее если мы выходим в плоскость судебную ну поскольку это все таки как правило споры да этих судебные споры о детях и вот тут становится сложнее поскольку в стебной плоскости мы должны доказать все мы имеем эту сторону в данном случае стороны должны доказать все свои требования и возражения это гражданский процесс и тут включается такая история что ну скажем так одного слова специалиста например будет недостаточно скорее всего потому что вторая страна скорее всего приведет другого специалиста или она будет спорить с тем что говорит специалист но исходя из того как она поняла вот моей практике это абсолютно постоянно встречающиеся ситуации когда либо сторона второго специалиста и они могут долго спорить между собой о терминах или там каждый своих терминах объяснять что-то суду и суд понимает опять же ну как он понимает ну то есть я не обязана иметь никакого там особенного психологического образования например и он как обычный человек понимает то что ему говорят настолько насколько он понимает плюс стороны каждая из которых толкует вот любое малейшее слово ну так как не нужно толковать это постоянная история когда ну то есть психолог имел ввиду одно стороны прицепившись к какому-нибудь там слову начинают развивать какую-то очень большую историю о том что бы это значило причем иногда в присутствии слова психолог который нет 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 это не об этом поэтому вот этот термин означает вообще-то вот этого другая а это вот это вот тогда значит новая следующая история какая-то ну то есть очень много такого вот происходит с пониманием а еще хуже если например стороны удовлетворились письменным каким-то заключением специалиста или эксперта и вообще не вызвали специалиста в суд ну то есть никто не проявил инициативу суд тоже не посчитал нужны между службе эксперта или специалиста то есть получится так что они прочитали этот документ и поняли какой и не всегда они его понимают на строке на сколько там написано да это нас отсылает еще и к качеству заключения то есть не всегда само качество заключения бывает на высоком уровне ну в общем тут сразу очень много каких-то вопросов понимания и непонимания плюс степень категоричности опять же если ну то есть это не психиатрия в любом случае в нашем в нашем поле ну то есть конечно некоторые симптомы если они попадают по психиатрически какие-то категории и могут быть рассмотрены уже с врачом-психиатром там да будет несколько иная картина если психиатр скажет что это такие ты такие проявления такие такие симптомы каких-то расстройств или заболеваний природов же родители которые призываются это будет несколько на история да то есть суд это несколько иначе рассмотрит но когда это на уровне заключения психологов это несколько теряет категоричность потому что еще раз повторюсь лично у меня складывается такое впечатление что каждый считает что он сам достаточно следующий психологии что эти термины в общем то не являются какими-то специальными терминами любые термины использованы психологу и могут быть поняты истокованы абсолютно там с бытовой точки зрения так хочется ну и собственно получается битва термин то есть на на практике кейсов когда вот паснули аналог там современно наш российский аналог термина пас являлся основанием для того чтобы принять решение о месте проживания такое бывает вообще или не бывает не сложно сказать потому что этим термином достаточно мало вообще кто оперирует я в своей практике говорила об этом было дело в суде да бывало что я ссылалась в том числе на англоязычные источники в своих заключениях суд слушал но вот когда принималось решение иногда она принималась ну собственно ну вот как бы с учетом да того что написано в заключении но я не видел честно ни одного решения может просто что я не видела где судба например в обосновании сказал о том что вот это происходит здесь происходит утверждение от родителей там и так далее и поэтому так и так решают нет как правило суд какие-то другие доводы приводят даже если видимо принял эту историю по крайней мере я не знаю так что прям именно вот эта история исключительно она легла в основу в моей практике были случаи когда например там были явные признаки говорилось об этом в суде но суд например принял решение в сторону в пользу собственно родители инициатора отчуждения то есть оставив ребенка и очень сильно ограничив родителя отчуждаемого ну как бы нам более такие осязаемые вещи опирается ну типа работают ли каждый из родителей кем работают какой доход какое у них расписание какое жилье что они так материально могут дать ребенку и так далее то есть это из практики чаще более важный момент чем то что например родитель там фактически не очень хорошо справляется с родительским так если пофантазировать это скажем так такая но в кавычке возьму безграмотность суда в вопросах психологии вопросах воздействия ребенка она она продиктована скажем так недостаточной информированностью или это некая централизованная политика ну это конечно спекуляция я понимаю что я думаю что как таковой политики ну знаете вот чтобы тех там собрались когда делайте вот так вот граждане я думаю такого нет просто тут с одной стороны ну какие-то собственные видимо житейские представления играют роль с другой стороны есть многолетние многодесятилетняя вообще судебная практика ну еще советских времен идущий которые и тогда опиралась в первую очередь на кита материальные осязаемые вещи но опять же работает не работает как характеризуется если у него там жилье свое ли съемное и так далее ну то есть эти вопросы вот такого бытового проживания ребенка как правило ставится углового угла с той точки зрения что ну как бы это можно проверить это там органы опеки выезжают и говорят что вот там были на месте проживает там то вот графика хорошие условия плохие условия ну то есть это что-то чем можно действительно мотивировать решение потом усыгибить кроме таких соображений всевозможных есть еще соображение о том устоит ли это решение в вышестоящих инстанциях будет ли она отменена при случае подачи жалобы какой-то из сторон а по таким делам довольно часто подаются вышестоящие инстанции иногда обе стороны часто недовольны до решением судьи нужно еще здесь чтобы желательно бы устояла и не отменилась и не вернулась и так далее плюс какие-то вот эти вот моменты понимания да о том как вообще люди жить должны с кем-то ну то есть то что мы объединяем под термином внутреннее убеждение судей иногда бывает что печаль получается просто как раз если брать как точку отсчета советский союз он собственно этим знаменитый честно я сам так и не смог найти но ходят слухи что все таки было какое-то постановление верховного совета которая предписывала все таки на линии верхом суда не всегда ездят как раз именно предписывающая оставлять детей там то ли при прочих равных то ли вообще стараться оставлять детей и материал . сейчас объясню нет ну да и и нет в чем да и в чем нет у нас сейчас постановление плену верховного суда являются неким формирующим судебную практику таким инструментом да они не имеют как бы сказать силы ну вот закона например но тем не менее это вышестоящий суд верховный суд разъясняет это если по гражданским делам по разным категориям дел и так далее то есть это некие ориентиры и понятно что изложенная в них судебная практика изложены в них рекомендации для суда являются собственно некая направляющей для этого суда для всех остальных и так далее в том числе в частности для того чтобы понять да это решение условно говоря правильно или неправильно и устоит оно или не устоит и так далее то есть да и сейчас у нас есть про разрешение семейных спортов постановление суда действующие конечно там не пишется о том что нужно оставлять с матерью или с отцом там скорее пишутся вот эти вот критерии ну то есть я не про советское сейчас а про вот нынешние действующие да при каких условиях ну то есть там верховный суд разъясняет сюда при каких условиях вообще нужно считать что например интересы ребенка соблюдены что там сейчас нет такого подхода что это должна быть именно мать например как приоритетный вот родитель для проживания или отец там сейчас как раз набор критериев является приоритетным но опять суд ведь тоже рассматривать в первую очередь перечислять в первую очередь осязаемые материальные критерии то есть относительно остального он говорит ну то есть он тоже говорит да что и кто там условно говоря сейчас недословно кто лучше всех там может осуществлять родительские обязанности но вот на этом месте если мы можем например четко посчитать да какой у него доход попадает ли он в проживочный минимум или там сильно его превышает своим доходом сколько у него комнат в жилье съемное или это жилье где он работает каково его социальное положение то есть это ну очень понятные критерии их можно посчитать да и привести в решение суда то его родительские качества это уже критерии более распорчатые которые ну как вот оценивать суду ну то есть суд спрашивает характеристики в том числе из детских учреждений если ребенок посещает эти учреждения там говорят ну хорошая семья да там приходит ребенок чистый опрятный ну то есть понимаете что это несколько иные критерии то есть у отчуждающего родителя ребенок может быть чистым опрятным и регулярно посещать школу ну то есть не проблема да но при этом он не становится хорошим родителем для ребенка то есть он продолжает например калечить его психику а история которая ну мало осязаем тут нужно как раз помощь специалиста психолога иногда психиатр то есть это психологи психолог психиатрическая экспертиза ну как минимум да у нас опять же с точки зрения экспертизы чаще назначается некое исследование некое заключение специалиста берется то есть это уже не экспертиза это другой уровень исследования ну то есть суду нужно уложиться в сроки суду нужно в некотором смысле где-то упростить и удешевить может быть процесс не то чтобы это его приоритетная задача но тем не менее то есть дело должно быть рассмотрено на такой срок и суд задаваться об этих сроках а экспертиза требует времени экспертиза требует вопроса о том кто ее станет оплачивать ну то есть на стороны ли это возложить на одну ли сторону на государство ли возложить это если стороны почему-то совсем не состоятельно и так далее то есть это дополнительный вопрос и вот у нас в субъекте федерации как бы ну и на поток вообще поставлена история когда в этих делах обязательно запрашивается заключение специалиста психолога но это некий иной документ то есть это не экспертиза это вообще не понятно что на самом деле с точки зрения процесса гражданского ну то есть специально сомневаться в органы по поддержке семей где штатные психологи вот суд пишет запрос что прошу обследовать ему такую-то и вот такому-то времени сообщить иногда не пишет даже что именно ну то есть экспертиза чем еще отличается что суд должен четко проставить вопрос вопросы должны быть доведены до сведения сторон раньше чем определение о значении экспертизы написано стороны могут внести свои вопросы либо произвести корректировку тех которые предложил суд ну и так далее то есть стороны могут предлагать кого именно из экспертов они хотят видеть собственно в качестве экспертов если экспертиза здесь ничего этого не происходит и опять же для специалистов тоже это довольно трудная ситуация когда одно дело мы пришла пришел документ до проведения экспертизы и там написано в том числе вопросы ну вот суд просит ответ на такой 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 вопрос ну то есть понятно собственно что исследовать нужно если это некое вот это вот прошу провести обследование семьи сообщить мне результаты большой вопрос на предмет чего ну понятно да из практики мы знаем примерно на предмет чего но опять это некая такая игра угадать да может быть ему вот раз не об этом ну вот в этом деле может какие-то нюансы есть плюс если это экспертиза эксперт имеет право знакомиться с материалами дела касающимися этой экспертизы ну то есть вот какие-то он может дополнительные материалы запросить у суда попросить может быть действительно провести судебное заседание и задать вопросы кому-то ну то есть да конечно суд может это ходатайство эксперт отклонить но эксперты как вы хотя бы есть по закону право сказать об этом да заявить ходатайство суда что так и так вот производство экспертизы на динпансовые материалы такие такие ну например да предложить вопросы что собственно спросить уточнить там участник процесс может быть у соседей там врачей у кого-то еще кто но причастен так сказать к этой семье в кошу эту семью и так далее если это исследование просто опять этого права нет и право заявить ходатайство нет ничего нет и собственно вот исследуйте нам в семью например семейных отношений ну и соответственно будут специалисты ограниченные во времени должен исследовать эту семью и иногда бывает так что очень конфликтные же все эти дела иногда они приходят и начинают по двери специалисты ну натурально драться или ругаться ну собственно все есть что специалисты делать как сейчас когда говорили про про сказать в пользу измеримых характеристик все это сейчас такое чисто цифровое там доход комнаты и так далее прям почему-то в ассоциации возникло прямо плохие истории про анкеты на сайте знакомств то есть как оценивать мужчин в основном да там зарплата должность по большому счету не важно что человек какая разница главное вот у него доход такой-то зарплата такая там ну и там и характеристика с места работы которые естественно да 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 всякие характеристики с разных мест мест работы с места жительства с места учебы ну и дальше из любого места куда он может принести характеристику да и они имеют значение ну что тут поделаешь вот понятно что измеримые критерии они прекрасно тем что они измеримые плюс в этой сфере опять же ну то есть сфера семьи воспитания детей она так или иначе каждому человеку близка каждый был ребенком даже если он не имел родители у меня какие-то фантазии своих родителей ну или если был ребенку своих родить соответственно outs who большой опыт там свой багаж какой то ну и так далее то есть он может быть иметь свою семью я имею к кому-то из участников любого из участников процесса управление то есть представители ресторана и так далее они может быть имеют своих детей может быть и внуков и у них опять свои представления это нам как надо жизнь как кого воспитывать и кто хороший родитель но слышали кто д 뜻ало р哪х-а и какие-то плохое родители как это должно быть У нас ведь в культуре часто вообще не очень здоровые, ну, скажем, эталоны. Ну, типа вот, хорошая мама – это кто? Это вот она с ребенком уроки учит, его там везде ходит, за рукой его водит, он у нее весь присмотренный, он у нее как в том анекдоте, да, там мама, я есть хочу, я тоже. Ну, и вот как бы с точки зрения моих людей, это очень хороший критерий, это очень хорошая мать. Она вот вся в этом ребенке, неважно, что ребенку 17 лет, ну, или 15, или 13. Ну, то есть, бывает довольно сложно объяснить вообще участникам процесса, например, что если ребенок, не знаю, 15 лет, и мама до сих пор его купает в ванной и не отпускает от себя ни на шаг, наверное, это не очень хорошо. Ну, то есть, это критерий совсем не того, что это очень хорошая мать, ну, например. То есть, у нас очень как бы нормально проходят, если это доказано, да, действительно материалом дела, вот такие, опять же, и миримые простые вещи по поводу родителей, там, он бил, он, там, не корнил, он, ну, вот такие явные простые вот грубые нарушения, да, родительских обязанностей, он, там, не знаю, закрыл детей, ушел куда-то, и вот они там холодные сидели, кричали, и весь подъезд слышали, ну, вот, например, да. А когда он, в общем-то, вот этот вот, который везде за ручку, например, или он всегда очень увлечен, он отдал ребенка в хорошую школу, он его видит на кружки, а то, что, например, он может быть эмоционально, очень холодным, и в принципе не интересоваться этим ребенком, и рассматривать его исключительно как, ну, средство, не знаю, достижения каких-то своих целей, например, успокоения от себя, например, того, хороший ли я родитель, это уже неважно, получается, да? Ну, то есть это сложно доказывать, это, вот, то есть вопрос счастлив ли ребенок в итоге, он, в общем, сильно заказан. Ну, вопрос счастья, мне кажется, тут все-таки спорный, потому что счастье как критерий такое, еще более натянутый, скажем, и вообще является ли достижение счастья, как историки говорят, да, является ли обязанностью историка, чтобы всем нравилось то, что он пишет, и все-таки он должен писать как есть. Ну, вопрос сложный. Я вот хотел в какую сторону зарулить. Как я понимаю, ну, можно так сказать, огрубляя, в общем, этот ответ, что, в общем, судам в целом, судам, я имею в виду суду в целом, в общем-то, все равно психологическая атмосфера. Ему интересно вот базовые, нижний уровень пирамиды Маслова, там, еда, крыша, ну, такие вещи, физическая безопасность. Если все-таки выйти за пределы того, чем суд занимается, вот, как психолог, какие долгосрочные последствия у, скажем, вот этого самого среднего и тяжелого паса, если мы берем вот что, ну, вмешаться не получилось, пас остался, там, я так понимаю, со временем просто отношения с ребенком сходят на нет, так или иначе, редко они длятся прям долго-долго-долго. Что это означает для самого ребенка? Ну, во-первых, вот в остатке, скажем, ну, допустим, вторая половина школы и построение собственной личной жизни. Вот как-то я вот у, почему-то я у Гарднера этот вопрос не услышал нельзя. Вот сейчас я немножко все-таки скажу про суд, потому что задержал мне тут немножко обидно. Я не могу сказать из своего опыта всех этих процессов, в которых я участвую, я не могу сказать, что ему все равно. Он как бы наоборот пытается, ну, не припомню я такого суда, который сказал, ну, вот вообще неинтересно. Да нет, они пытаются разобраться, но по-разному получается, скажем так. А материальные критерии, да, они, но они материальные, за них можно зацепиться. А вот дальше про долгосрочные последствия, да. За долгосрочные последствия, ну, понятное дело, не радужные они могут быть. Во-первых, ну, то есть какого-то вот такого набора конкретного я сейчас, наверное, не приведу, еще и потому что вот таких прям серьезных, пролонгированных исследований, ну, я, по крайней мере, и зарубежных не видела, может быть, просто я их не видела, да, может быть, они существуют. У меня у самой вообще есть такая большая мечта сделать такое пролонгированное исследование и посмотреть на эти семьи, ну, со временем, да, на этих детей, что из них вырастут и так далее. Если из общих, ну, скорее так, клинических представлений, ну, то есть клинических, это имеется в виду тех сведений, которые мы получаем, работая в консультативной практике, в психоаналитической практике, потом с отростными, выросшими людьми, или, ну, те, кто работает с подростками и молодыми людьми, то есть недавними участниками всех этих конфликтов. Что тут можно сказать, да, предположить и так далее? Ну, во-первых, очень такая будет, конечно, обобщенная картина. Конечно, в каждом конкретном случае, возможно, всевозможные нюансы, и не обязательно так, да, как я скажу сейчас, что-то может быть, чего-то может не быть, что-то выражено, что-то не выражено, но в любом случае эта история влияет разрушительно. Эта история отогораживает ребенка от половины, скажем так, своей семьи, там, своего рода, своих родственников, потому что, как правило, не только родители касаются, а всех, кто с ним, всех его родственников, то есть, реально, и так далее. Он не получает нужной поддержки, он не получает нужного, ну, вот этого заряда безопасности, что ли. Часто такой ребенок, ну, тут два полярные ситуации может быть, ну, то есть этот ребенок может получить опыт на такой необоснованной победы, что ли, над родителем в этой борьбе, в этой ситуации, да, когда вот он, как бы, победил этого родителя, да, то есть он его обесценил, он его физически, ну, то есть всячески, там, может быть, оскорбил и так далее, и не получил никакого ответа, наоборот, получил большую поддержку от второго родителя, что ли. Молодец. Может быть, это не было, так сказать, но, то есть, тем не менее, эмоциональную поддержку в этой ситуации он получает. И при этом он получает очень искаженную картину мира, что очень неблагоприятно, да, на будущее. Он, может быть, получает, так сказать, опыт такого антисоциального вообще поведения, одобренного. И если, например, у него есть такие черты в характере, соответственно, он может получить, ну, некую путевку в жизнь, как тот человек, который будет совершать антисоциальные поступки, да. Вот это вот чувство безнаказанности, особенно плохо оно ложится на подростковый возраст. Если оно хорошо ложится с точки зрения подростка, у него и так ощущение того, что он супер, там, суперчеловек, да, он всё может и так далее, и плюс его поддерживает второй родитель. Но, опять же, если это, например, мальчик и отец, это разрушает их, ну, взаимную, скажем так, идентификацию. Ну, то есть это не пустые слова, что мальчик должен как-то идентифицироваться с мужской фигурой. И здесь ему приходит идентифицироваться, видимо, с женской, потому что мать очень сильно обесценивает этого отца, который, ну, собственно, защититься не может, да, ну, каким-то образом. И этот ребёнок, он, с одной стороны, с большим наслаждением будет, эту фигуру тоже обесценивает. Но, с другой стороны, он не сможет с ней уже идентифицироваться, он её разрушает. То же самое, ну, при том, что если это девочка и мать, ну, абсолютно такая же ситуация, да, то есть женская фигура слабая, обесцененная, с ней невозможно идентифицироваться. Нужно идентифицироваться, соответственно, с агрессором. Это уже для любого пола, для любой ситуации. Есть такая история у нас про идентификацию с агрессором, когда человек в условиях травмы, как правило, ребёнок, да, ну, может быть, и нельзя передать, идентифицируется иногда, да, не обязательно такая будет идентификация, но она, может быть, идентифицируется с агрессором, как с тем, кто более сильный, как с тем, кто в этой ситуации выживает. Соответственно, ну, чем это грозит? Тем, что он может себя вести по отношению к другим людям, также к своим объектам, к своим людям, которые будут в его жизни близкие, любимые, дорогие. Плюс, с моей точки зрения, это очень важный момент ещё, он получает, ну, такую наглядную историю про обесценивание вообще семьи как таковой, близких отношений как таковых. Ну, то есть, историю про то, что, наверное, нельзя доверять. Как ни странно, может быть, вот для второго, для обесценивающего, для отчуждающего родителей это вовсе не, как сказать, не очевидно, но, тем не менее, ребёнок получает очень большое послание о том, что и мир небезопасен, и любой близкий может вот так вот в годовении улка обернуться врагом, да, и вот вся ситуация может так вот развалиться и прийти в ту историю, где это больше как войну уже, не про любовь, да, это большой опыт небезопасности и неумение в будущем опираться на себя. Ну, и, соответственно, это проблема со своей семьёй, с построением близких отношений, любовь, со своими детьми, опять же. Плюс этот ребёнок может быть реагировать по-разному, он может, например, всё равно, там, когда-то вспомнить, что он любил второго родителя до того, да, что-то, так сказать, какие-то приятные воспоминания, он может потом у них чувствовать, например. Вообще вопросы, вот, связанные с родителями, это я сейчас как психолог уже, да, с родителями, с происхождением, вот, с кровными родственниками, они всегда очень важны и благоприятны, когда человек знает своих родителей, когда человек имеет с ними, даже если это, ну, некие фигуры, да, то есть родители, которые не воспитывают. То есть всегда хорошо, если человек знает для него самого, для его психики. Часто клиенты уже в консультировании, неважно, по другим причинам пришедшие, бывает, что они начинают искать, например, своих кровных родителей, ну, часто вот советская история, да, что отец развёлся, и перестал общаться, например, или там не знал, человек общаться со своим. Часто очень людям хочется найти своего родца, и это очень какая-то правильная такая жизненная история, которая даёт ресурс, вообще доступ к ресурсу, к психическому ресурсу для того, чтобы, ну, выстраивать свою жизнь. А тут, понимаете, и этот доступ может быть закрыт, вот этой всей истории, если, например, ну, она длительная, и потом, даже когда выросший уже ребёнок, он всё равно стоит, например, в связи с отчуждающим родителем, он не может и опереться на что-то, он не может дезинфицироваться, он не может взять какие-то хорошие качества. А часто в таких семьях, это же ещё история про то, что, а вот ты всё равно на него похож. Вот он плохой-плохой, там, отец не придёт, да, а ты вот там его, смотри, ты вот делаешь, как он, ты ещё что-то делаешь, это уже в отношениях ребёнка с оставшимся родителем. Ну, то есть, когда человек ещё и вот этой вот внутренней какой-то, не знаю, самоуважение и самоподдержки решается. Ну, то есть, говорить можно бесконечно, но ничего хорошего. А если это тяжёлая форма, то мы ведь говорим здесь о том, что это, ну, как минимум, расстройство привязанности, либо эмоциональное какое-то расстройство, то есть это либо психиатрическая какая-то история, либо гранича с психиатрией, ну, то есть в наших терминах это может быть какое-то пограничное состояние, это может быть какой-то невроз, ну, то есть человек ещё и лечится потом, ну, выросший уже человек. Ну, или не будет, будет так же. Как вариант, что у нас сейчас происходит. То есть, опять же, при знакомстве с будущей, там, семьёй, будущего супруга или супруги, если вдруг эта тема всплывает, то это повод очень сильно задуматься, напрячься. И посмотреть, потому что, смотрите, опять же, вот, если мы говорим о случаях снива и особенно тяжёлого опасного отчуждения от родителей, это ведь история, ну, явно уже, скажем так, нездоровая, это не про психическую норму. Человек, который, ну, вот, я имею в виду взрослый, да, он, который вот абсолютно сейчас в ресурсе, в норме и так далее, и не имеет соответствующих личностных черт. Но он ведь не будет вот так вот, используя детей или ребёнка, разбираться со своей, например, большим супругом. Это ведь история про то, что родитель, который инициатор отчуждения, он сам в чём-то очень сильно дефицитарен, и он за счёт ребёнка это решает, эту проблему. И, скорее всего, это определённый склад личности. Мы вот в прошлый раз немножко к этому касались, да, скорее всего это, ну, мы можем предположить, да, что это либо пограничная личность, либо нарциссическая личность, либо речь идёт вообще об уровне не личностной организации, а о расстройстве личности, если это уже тяжёлый стиль. Я хотел такой уточняющий вопрос задать, в том числе как к порядке и критике самого себя. Я отношусь к тем, кто довольно болезненно реагировал и продолжает реагировать. То есть я действительно считаю, что это моё внутреннее убеждение, что если состоялся, ну, семья распалась, ребёнок остался там со вторым родителем, то контакты ребёнка с новыми, скажем так, партнёрами, там, ну, возьмём как угодно, в кавычки, друзья, партнёры, там, партнёрши, неважно. Действительно, на мой взгляд, крайне рискованная тема. Во-первых, она, ну, с правой точки зрения, ничем не подпитана. То есть, например, вот, ну, не знаю, там находится вместе, то есть, грубо говоря, пока он находится с мамой в квартире, и там ещё гость, то это просто он у себя дома с мамой, и там гость. Если только мама вышла из дома, то получается у нас ребёнок один, и с ним чужой человек. Ну, вот просто даже формально, по правовым критериям так. С одной стороны. С другой стороны, я не помню, где я это видел, но это именно было вот в теме про нарциссов было написано, что одна из их характерных черт, что они, ну, как бы не то чтобы страдают, это свойство такое нарциссов, у них, в числе прочего, люди очень легко заменяемые. То есть, они воспринимают людей, как пазлы, грубо говоря. Один пазл вытащили, там болтик открутили, выкинули, другой открутили. И такой человек может, например, там, вот классическое, то, что вертится в голове, старый вариант советского фильма, экипаж, там такая колоритная пара есть, да, там, в разводе. Это сцена, когда ребёнок говорит папе своему, говорит, там, дядя. А он ему говорит, какой я тебе дядя? Он говорит, ну, как, какой? У меня папа вот, а два папы у ребёнка не бывает. То есть, ребёнку даже никто прямо и не говорил, но, как бы, подмена уже, де-факто, произошла. То есть, она просто, ну, ребёнок знает, что папа один, и папа вот. А суд автоматически означает, что это уже не папа, всё. Что это именно, в общем, что это именно тема нарциссов, способность сказать, так, это больше не отец, ну, или прямо не говорить, но дать понять, что это такая. То есть, типа, это правильный подход, и это нормально. То есть, подаётся ребёнку как норма. То есть, типа, это был папа, теперь это не папа. Папа теперь вот. Или там, это мой друг, там, я его уважаю, поэтому ты его тоже должен уважать. Через три года, возможно, появляется, ну, или быстрее. Друг, друг, теперь другой, теперь уважай его. Странным образом, как бы, вот я из прошлого нашего разговора так немножко понял такой, ну, как бы сказать, некоторый, скажем, укор в сторону тех, кто возражает против контактов, скажем так, особенно, что касается ночёвок. Особенно, не дай бог, это и я скажу, и многие из меня скажут, что когда пол противоположный, то есть, например, ладно ещё, когда, например, сын, и там у него этот приходящий друг мамы, это полбеды. А если там девочка там, в общем, если пол меняется, то ситуация совершенно другая становится. Там такая взрывоопасная, прямо скажем, и во многих книгах, там, того же Робина Беккера, там, Уоррен Фаррелл, эти данные приводят, что буквально так говорит, что два, подойдите, два самых опасных человека в мире. Это мать, и некровный, в смысле, друг-друг матери. То есть, с кем обычно дети находятся, от кого получается больше всего проблем. Вот от этих двух людей. Я к тому, что, как бы, здесь вроде бы, можно сказать, что это нарциссическая тема, да, то есть, я против, чтобы, да, с моим ребёнком контактировали какие-то непонятные, неизвестные мне люди. Это вроде бы нарциссическая тема. С другой стороны, лёгкая заменяемость людей, то, что меня можно легко выкинуть и заменить на другого, там, тоже нарциссическая тема. Вопрос, а где между ними среднее, что-то среднее, разумное среднее, скажем так? Ну, вот я бы тут, сейчас, да, будем разбираться. Я бы тут немножко развела тему нарциссическую и тему родительства. Вот смотрите, к вопросу о личностных чертах нарциссов. Действительно, вот это вот отношение к человеку как функции, они как к личности, да, она присуща именно нарциссическому типу. Но вот здесь скорее о другом речь идёт. Родитель, ну да, которого, скажем так, отодвинули от воспитания ребёнка, который малость не проводит времени, он, с одной стороны, испытывает ревность и обиду, да, если ребёнок там хорошо, например, или как-то там вообще взаимодействует, да, находится с другим человеком. и это скорее про, ну, вот если именно туда, именно в тему нарциссизма, это скорее про здоровый нарциссизм. То есть у нас у каждого он есть, вопрос в том, что, ну, то есть нужно развести два понятия здорового нарциссизма как некоего, ну, базового качества личности, да, и нарциссического склада личности, либо нарциссического расстройства. у нас ещё тут две, так сказать, сегурин, на этом пориусе. Это немножко другое. И, как бы, понятно, что тот, кто лишён возможности участвовать в жизни своего ребёнка, он получает, ну, некое нарциссическое травму, да, он думает о том, что он не может, а кто-то может, и этот кто-то, ну, какой-то достаточно, может быть, случайный человек. Дальше вот этот момент, что, говорите, какой-то укор, здесь скорее не укор, просто, с одной стороны, да, от чужого человека, ну, условно чужого, да, который не знает вот этот вот второй родитель, где-то даже естественно от чужака ждать, может быть, какого-то подвоха, да, какой-то там, будет добр ли он будет с моим ребёнком, не будет ли он действительно там абьюзером, каким-нибудь сексуальным насильником, или ещё что-нибудь такое у него случится, или там, чего-то ужасного, или, может быть, наоборот, этому человеку будет абсолютно всё равно, что делает мой ребёнок, и он там, оставшись с ним, не уследит. То есть это нормальные, абсолютно такие родительские тревоги и страхи. Другое дело, что, если вот к этой сцене, с мальчиком, который говорит, ты вот уже не папа, потому что папа-то один, а папа вот этот вот. Мы такое видим ведь не только в кино, мы такое можем вполне видеть и в жизни, но это вопрос, скорее, не нарциссических каких-то расстройств, у кого бы это ни было, хотя, может быть, и да. Ну да, это вопрос того, как объясняют взрослые. Вот смотрите, ребёнок ведь приходит в мир, и он видит этот мир таким, ну, в том числе, мир семьи, да, как там семья устроена, как там вообще можно друг с другом взаимодействовать, как там друг друга любят или не любят, что есть любовь вообще, как она должна выражаться такая. Он этому всему учится и впитывает те объяснения, которые дают ему родители или те, кто рядом с ними, лица их заменяющие, да, говорят, казённым языком. То есть у него нет ведь предустановленной программы о том, как она здесь должна быть и как она должна быть в социальном взаимодействии. Если мама ему рассказывает, да, что вот у тебя был папа, там, вот этот, а теперь этот не папа, а вот папа вот этот, ты должен его любить, там, и так далее, то ребёнок, особенно маленького возраста, ну, собственно, скорее без критики к этому отнесётся. Если это ребёнок постарше, он там, ну, что-то уже повидал, это речь большой вопрос, что он повидал, потому что если несколько там отмотать назад по времени, да, там, поколения, которые сейчас уже взрослые, достаточно взрослые, которые росли в Советском Союзе, не было гаджетов, мы ходили друг к другу в гости, мы могли, ну, хоть как-то видеть, как живёт другая семья, то есть у ребёнка был непосредственный опыт, да, он видел, ну, не кровные, не родственники, не, скажем так, не своего, так сказать, клана. Люди, просто можно было зайти, жили, были коммунальные квартиры, были там, ещё как-то, более открыто люди жили, и можно было зайти в другую семью и посмотреть, как она устроена, и каких-то вот других представлений взять, да, ну, даже для того, чтобы потом критически выбирать, из какого спектра. Сейчас семьи достаточно закрыты, дети не так часто бывают, а друг у друга, ну, просто в больших городах, по крайней мере, да, в маленьких, таких населённых пунктах, посёлках, может быть, это не так до сих пор, всё-таки по открытии, да, ну, вот для ребёнка из мегаполиса, в общем-то, много знаний о том, как люди живут, это всё-таки из своей собственной семьи, и что-то из фильмов, там, каких-то книг или ещё чего-то, из какой-то продукции, да, которую ребёнок, там, масс-медиа, масс-медиа, вот где-то увидел, потребил, да, и как-то сам переработал, поэтому тут скорее вот этот вот вопрос о том, как быть с новыми партнёрами, лежит на взрослых, на родителях, и, конечно, здорово, если люди, прекратившие свой брак, имеющие детей, смогли вдруг об этом договориться, но это не ситуация, когда у нас пас, однозначно. Там, где они смогли договориться, да, история о том, что ребёнок знает своего кровного отца, знает, что вот этот вот новый там друг, бойфренд, сожитель, может быть, новый муж матери, ну, то есть знает его статус, кто это и так далее, она, как правило, более, ну, более психологически благоприятна, что ли, то есть ребёнок не тревожится, ребёнок имеет картину, то есть у него есть объяснение, какая-то картина мира, то есть ему сказали, да, что вот это папа, и твой папа, он всегда твой папа, да, ты его всегда любишь, ну, если так, как ты к нему относишься, так ты к нему относишься, а вот есть ещё там у мамы, я не знаю, дядя Вась, которого любит мама, и в общем, тоже имеет право, и ты, в общем-то, ну, опять, в каждой семье, вот, у которой появились новые партнёры, опять же, должна быть какая-то новая договорённость о том, что позволено этому новому супругу или партнёру в отношении детей от предыдущего брака, и что нет, ну, то есть семья может договориться, и это реальная история, да, когда семья договоривается так, что вот он мой муж, и ты мой муж, да, но ты не отец моим детям, ну, то есть в отношении моих детей ты не имеешь права отца, ты не их там, не знаю, не воспитываешь, не указываешь и так далее, то есть вы там, ну, живёте на одной территории, там, не знаю, веже вы к друг другу относитесь, но ты не обладаешь родительской властью в отношении к другу. Это достаточно редкая ситуация. Чаще у нас другая ситуация. Это мой новый муж, он такой же полноправный отец, он имеет все права в отношении к этому ребёнку. Ну, то есть ребёнку я не буду так это преподносить, например, окружающим, то есть он будет тоже ходить, не знаю, в школу на забрание, он может тебя наказать, он может там что-то запретить, ну, то есть он может распорядиться своей властью, он так же отец. Окей. Так тоже бывает, если это проговоренная ситуация. Ну, то есть, может быть, и это тоже неплохо, но всегда хорошо, когда правила установлены, когда правила, не по умолчанию, знаете, ну, вот мы сошлись и сами-то толком не поняли, да, и дети плюс тоже понимают, как знают, сегодня ты им отец, завтра ты им не отец. Часто живет эта история, когда пока все хорошо, там, мама кричит и говорит там, слушайтесь Васю, он ваш новый папа, потом мама с Васей разругалась, и мама кричит, что да ты вообще тут никто, и моим детям не отец, и вообще там замолчи, и вообще иди там куда-нибудь отсюда. Ну, то есть, если говорить прямо о психологии, то скорее более здоровая ситуация считается тогда, когда, ну, вот, ребенок имеет ясную картину семьи, да, то есть он, кто папа, кто там, мамин или папин, новый партнер, когда у ребенка есть вот это вот, ну, знание, да, какой полноты власти, кто в отношении него обладает, ну, то есть, когда мы договорились об этом. Вообще хорошо бывает, ну, вот именно, я не знаю, с точки зрения детей, их развития, это, вверх, спокойные взрослые, которые реально не конфликтуют, ну, идеальная ситуация, да. Бывает хорошо, когда, например, вот эти вот вновь образованные семьи, то есть, например, папа образовал новую семью, мама образовала новую семью, там есть дети от предыдущих браков, там есть дети от, ну, вот этих вот новых браков, так может быть, и когда ребенок имеет возможность, ну, общаться со всеми этими людьми и выстраивать себе какие-то отношения, при этом он не четко рассказывает, да, кто этот ему человек, это папа, брат, там, сводный брат, сестра, то есть, когда поможет. Сейчас слушал, мне тоже такая мысль, в голову пришла, что я более-менее не опасаюсь пользоваться термином РСП, потому что сам себя к ним отношусь, да, есть такая устоявшаяся аббреватура, там, разведенка или разведенность с прицепом. Также не тайно, да, что, в общем, к ним, мягко говоря, скептически относятся, поскольку, в основном, это, конечно, женщина, да, и, как бы, у мужчин есть там выбор, связываться ли вообще в такую ситуацию, входить ли. Если входить, то на каких критериях, на каких основаниях. Ну, есть, в принципе, мнение и в ту сторону, и в другую, что там, в целом, не стоит, но иногда в определенных ситуациях можно, там, до какой степени этот предыдущий человек был, на самом деле, плохой или нелехал, или хорошей, надо, в общем, вникать в тему. Но, это с того, что вы сейчас сказали, получается, что, например, мужчина знакомится с женщиной, у которой есть ребенок от предыдущего брака, и он выясняет, что она, мягко скажем, отстранила отца, то есть она, в общем, так, может быть, не воюет, прямо с ним воюет, хотя вы просто можете этого не видеть, но она его отстраняет. Фактически, это же фактически является признаком, что, ну, какое-то нарушение личности здесь имеет место. И, по идее, это уже должно быть, стать красным флагом, с одной стороны. То есть человек должен подумать, что тут, что-то здесь, что-то тут не то. Наверное, может быть, тот человек не просто так пропал из семьи, но, как минимум, такая мысль должна зародиться. С другой стороны, вот этот отец, который ушел, если он видит, что на его место начинают, скажем так, сватать другого человека, да, и у ребенка, например, он вдруг видит на ребенке, что у него начинается вот эта вот подмена ролей. Из этого логически, именно логически, дальше следует, что, скорее всего, тот мужчина не распознал эту патологическую ситуацию здесь с матерью, а это, в свою очередь, означает, что сам он тоже не очень хорошо у него с границами и вообще с грамотностью психологической. И это, на самом деле, как раз влечет то, что опасность всяких там экстессов, по части там абьюза и так далее, она на самом деле есть. Просто логически получается так, цепочка такая. Ну, тоже не всегда. Тут ведь дольщие отношения всегда тоже, тоньше, да. То есть мы можем, вот вы говорите, когда, например, мужчина узнал, что женщина отстраняет своего предыдущего там партнера или супруга от воспитания детей, вообще, конечно, да, ему бы это взять, так сказать, ну, как это сказать, на заметку. но может быть так, что фактически там, познакомившись ближе с этой семьей, он, например, узнает, что родитель, вот этот второй отец, например, тяжелый наркоман, и она отстраняет, потому что он небезопасен просто. Ведь тоже достаточно много ситуаций, когда вот этот второй родитель, это не ситуация пас, да, либо не ситуация пас в чистом виде, но часто мы тоже это можем встречать, в том числе и в судебной практике, когда второй родитель, который, может быть, даже рьяно очень хочет там чему-то участвовать, бывает такое, но он реально небезопасен, например, он бил, например, этого ребенка или эту мать, допускал различные там формы абьюза, либо он нездоров психически, либо он злоупотребляет психотропными веществами, там, алкоголем, так тоже может быть, и она может защитно, в общем, хорошая мать выступать в данной ситуации, и поэтому его не пускать. Тут ведь вопрос еще в том, всегда, да, на что мы должны в любом случае обратить внимание, для того, чтобы хотя бы для себя внутри решить этот вопрос, ну, там, нормально, ненормально, как сами вовлеченные в ситуацию к этому относятся. Ведь может быть так, что она его пускать не пускает, потому что, ну, что-то совершил, ну, понятно такое, или непонятно, то, что осталась за закрытыми дверями, но она помнит, да, что он там убил, например, кричал на этого ребенка и пугал в его смерть, и она поэтому не хочет, чтобы он здесь был. Но при этом, как она сама к этому относится? Торжествует ли она победу? Понимает ли она, что, ну, да, это необходимая мера, но ребенок там остался без отца и так далее. Тут все всегда гораздо тоньше. Тут нельзя сказать. Вот как раз, возвращаясь, да, к судам и критериям хорошего родительства, здесь нет вот этой бумажки, чек-листа, где мы можем вот это вот проставить, да, вот он так, вот он так, вот он так, и все, значит, это хороший родитель. А есть еще всякие кучи разных неосознаваемых штук, которые, например, примитены к родителям. Мы уже только во время экспертизы или обследования психологического видим, и которые, например, сам родитель, ну, он, даже если, говорят, да, все, он читает заключение экспертов, там, где описано, в личности, что, ну, вот, правильно все написано, я не уменьшу, и, ну, что-то, тут нет, он написал, я вообще не такой, уровень агрессии, никакой, я вообще тихий, нежный человек. Потому что я там, да, сосед нос сломал, в этом самом деле, условно говоря, да. Как психолог, пример за наркомана, я просто вспомнил, что во второй половине лекции Гарднер как раз про случай абьюза реального говорит, и что они по-другому проявляются, он там признаки называет, как различить. Да. В частности, отношение к этому человеку, что в случае реального абьюза странным образом к этому человеку может быть, ну, такое, взвешенное сочувствие. Да, и сочувствие. Вот, это тоже очень, как бы, вот, на самом деле, Гарднер здесь, на мой взгляд, прекрасен. И это зажидается миллион раз клинической практикой. Вот там, где мы имеем место с реальным абьюзом, я не зря сказала, как она к этому относится, да, там часто и со стороны ребенка, и со стороны вот отчуждающего, условно говоря, то есть того, кто отстраняется и не пускает, скажем, держит границу, второго родителя. Там очень часто вот эта история, помните, как вот он тоже говорит о том, что он, ну, типа вот этот вот родитель, он нехорош, но он все равно отец. Ну, например, да, то есть и его все равно ждут. И там очень много часто надежды на чудо, что, ну, когда-нибудь он, может быть, там поймет, осознает, изменится. То есть там может быть история про то, что, например, родитель уже понял, да, что он не изменится, не осознает, но там никогда не бывает такого вот, я не знаю, торжества, что ли, я его победила, он абсолютно нехорош, там нет тотального обесценивания, как правило, да, то есть там есть вот это, ну, человеческое, более тёплое отношение, да, когда мы понимаем, например, что он, ну да, он там погряз в своей болезни или там в своей, там, огромании или в чём он там оказался, мы не можем ему помочь, но там нет такого тотального обесценивания, и ребёнку это не говорится, ну, то есть, что типа твой родитель, он вообще там сволочь, тряпка и так далее, то есть там скорее будет говорить о том, что да, он, вот, это делает, это нехорошо, ну, то есть, понимаете, через действие, что он сделал нехорошего, а не что он тотально плох, а примитивно к пас, как правило, если смотреть на этого человека, вот на отчуждаемого родителя, он, как правило, не неплох, это, как правило, как раз нормальный, такой нормальный человек, нормальный родитель со своими плюсами и минусами, как любой нормальный человек, который, в принципе, хороший родитель, но про него ребёнку транслируется, что вот он ужасен, что он всё делает неправильно, он вообще там, ну, я не знаю, вообще, и родился не у тех людей, и живет он неправильно, и говорит не так, и двигается не так, и, ну, вот он как бы тотально вообще вот фу-фу-фу, прям вот тоже, чем, кстати, к вопросу, да, там, вот вы говорите, какие последствия, вот представьте себе, ребенок, который, ну, как биологическое существо, он в любом случае произошел у этих двух людей, да, и он это со временем все равно будет даже знать на рациональном уровне, и ему говорят, половина того, чего-то произошел, это ужас и мрак, ну, прям вот, бе-бе-бе, все, ну, то есть, это прям, отрой половину себя и засунь ее куда угодно, половину твоих генов, в общем, абсолютно никуда не идущие, вопрос, да, внутренних опорах, ресурсов и самоотношения вообще на будущее. Я недавно на чей-то вопрос отвечал тоже, да, как раз там приводил пример к книжку англоязычную, что, ну, там про отцовство конкретно тема посвящена, что ядро, скажем так, как самому быть вменяемым отцом строится на том, что нужно сначала выстроить отношения со своим отцом, даже если его уже нет в живых. Это то, с чего начинается все, а потом уже все остальное, это то, вокруг чего все это строится. Такая вот, и человек, который лишил этого, этой основы, причем, ну, в принципе, не так уж важно отца или матери, просто для девочки, естественно, более критично будет мать, лишение матери, там, для мальчика лишение отца. Это фактически, ну, почти там, больше половины уничтожения основы внутренней, на чем стоять. Однозначно. На что опираться. Это, причем, ведь припас, это, понимаете, то, что могло бы быть моей основой, да, моим, вот, я не знаю, там, моей поддержкой, потом, там, в родительстве, в личных отношениях, вообще в жизни у человека, да. А там, на этом месте, формируется, ну, просто, вот выжженная пустыня, в которой вот ничего нет, кроме ненависти, страха, ужаса, который на себя будет обращен, даже, пусть несознательно, но бессознательно, потому что, если вот тот, он такой ужасный, да, он такой вот вообще, ну, прям негодный, вообще с ним там ничего, нельзя иметь, одним воздухом нельзя дышать. Человек рано или поздно все равно, пусть он это не выпустит, психические защиты, например, не дадут ему этого, как следует осознать, но, тем не менее, он рано или поздно столкнется с тем, что я его потомок. И кто тогда я? Даже если вот эта мать, или, там, наоборот, отец, да, отчуждающий, пусть он самый прекрасный, пусть он там на высоких предисталах, пусть он там, я не знаю, абсолютно идеальный человек, но, опять же, жизнь, скорее всего, столкнет ребенка неоднократно с тем, что и то, в общем, вполне так себе человек живой, не идеальный. Психика раскачивается в полюса абсолютного обесценивания, абсолютной идеализации. И вот эта вот история про то, что кажется иногда людям, кто попадает в эту историю, что они хорошо ребенку делают, потому что они же его ставят на свой полюс, где мы все идеальны, мы все такие хорошие. Они же не говорят, что ты вот с ним, который такой плохой, ужасный, нет, это же вот мой ребенок. Им кажется, что это некая защита, то есть он же его возвеличивает. Да нет, как раз это пустой нарциссизм, который лопнет очень быстро, и у человека ничего не останется. Я еще видел такие ситуации, довольно часто встречаются, когда ребенок проявляет что-то хорошее, все что угодно, то говорят тебе, это вот благодаря тому, что ты, значит, это у тебя от мамы, от маминой ветки в целом. Так только ребенок что угодно делает плохое, ну что-то реально плохое там. Весь папенька, папенька такие слова используются. Да, да, да. Вылеты. Это вот, да, вылеты. Вот это вот, я говорю, вот это же еще такое, ну я не знаю, постоянное некое пиление ребенка живьем, да, то есть ты вот эту часть неси, так сказать, а вот эту часть куда-то день. А ведь история-то о том, что, ну, это он как таковой, как человек, и не всегда, кстати говоря, какие-то реально плохие поступки или плохие черты, которые, ну, вот, маркируются, как вот это вот папенька. Иногда это бывают моменты, связанные с внешностью ребенка. Ну, вот опять из практики исключительно, да, там, похож. Ну вот, и как бы там, нормально-нормально, мой-мой, а потом там что-нибудь на конфликте ему говорят, что вообще и вылеты, и вот, извините меня, от роди. И, собственно, вот опять живи с этим, да, дальше, потому что, ну, да, вот с такой внешностью, ну, то есть это формирует уже не очень хорошие вещи, да, опять же, в самоотношении, в том числе, там, понимании себя и своего собственного тела. Иногда это какие-то привычки, ну, там, из разряда, вот всем ты хорош, всем ты прекрасен, ребенок мой, но ешь ты, как папенька, например, или там, спишь ты там, или, я не знаю, как он, или там, вот, сидишь, задумавшись, тут перев руку и глядя вдаль, вот ровно как твоя, там, мама или, там, твоя бабушка, ну, с неугодной стороны. Это же абсолютно тоже из, как сказать, из практики, я сейчас прямо говорю, примеры это придумываю. И вот этому ребенку тоже с этим как-то справляться надо вообще с собой, это, и к формированию ложного селф, то есть ложного я, которое он будет предъявлять, но вплоть до, бывает же, что это вплоть до, ну, вот, контроля каких-то движений, как ему надо выглядеть, чтобы быть хорошим. Это опять уже вот история как раз нарциссическая про то, что меня не любят просто так. То есть, чтобы быть любимым, нужно быть, ну, таким-то, а не таким-то, а вот это вот куда-то все надо под ковер замести и не проявлять. А иногда это вещи, которые нельзя замести под ковер, ну, внешность, например, там, цвет глаз, или там, не знаю, еще что-нибудь, что это просто не меняется, и это сильно опять разрушает психику, иногда и телесную сферу, потому что человек может пойти там, если что-то делать с собой, не обязательно, кстати говоря, условно-социально одобряемые, например, изменения внешности, пластические операции, он же может просто натурально себя калечить или там пойти в какие-то, зарубаться, не знаю, паркурой каким-нибудь, с крыш плац. все не понимают, да, почему он так с собой-то вообще, ну, или там, это сейчас зависит во время. Тут на самом деле мы коснулись темы, которые я, наверное, сегодня не буду я касаться, вынесу в отдельные, есть у меня по поводу повторения сценариев за тем человеком, на котором, ну, клеймо всего темного. А сейчас хотел подругой спросить, вы же как психоаналитик, я помню, говорили, да, по образованию, наверняка касались и знаете термин область про темная страна, shadow self. Есть. В чем-то юнгианском смысле вот это вот темная, тень, тень, хорошо называют тень. Тепая страна, тень, да, тень. Вот нет ощущения, что в такой ситуации, когда вот это вот все, скажем, негативные стороны присваиваются автоматически, ну, там, какому-то отсутствующему этому родителю, ну, там, допустим, отцу, здесь есть какая-то юнгианская игра, на самом деле, или что-то, я даже не знаю до конца, что здесь за механизм какая-то, вроде бы местами проекция. Как вот это называется, когда люди собственные черты негативные в себе не признают, а возлагают их как бы на какую-то стороннюю персону и говорят, что вот он, в общем, он как бы несет то, что называется козел отпущения. Просто этим козлом отпущения выступает вот этот самый отчужденный родитель, как бы, то есть он такой, на самом деле, несет на себе некую психо, как это назвать, не знаю, психоигровую функцию определенную несет, даже когда отсутствует. Есть такое дело, да. Это механизм либо проекции, либо проективной идентификации, то есть проективная идентификация – это более тяжелая история. Действительно, это когда на какого-то человека, другого возлагается все, что в себе не воспринимается, все, что кажется плохим, нехорошим, возмущающим, ну вот, все, что, словно говоря, бесит и раздражает, ну а ведь нас бесит и раздражает как раз то, что мы не принимаем очень часто в себе, и вот все вот туда, и вот это все он. И он здесь в этом случае играет, ну, знаете, какую роль? Ну да, козла-то отпущение, естественно, но, знаете, такую, некого, некого такого способа полечиться, для второго родителя. Ну, то есть, тот достаточно слаб, видимо, да, он не может сам в себе выдержать, ну, целостность себя, то есть, он на себя расщепляет, получается, плохого и хорошего, это, опять-таки, уже механизм где-то, по граничному уровню присущий, то есть, соответственно, он себя хочет видеть исключительно хорошим, все плохое, куда нам идти, ну, соответственно, вот оно помещено в другой объект, мы с этим можем яростно бороться, мы это можем поляризировать до бесконечности и как бы выставлять свои вот эти вот черты, и для него, для вот этого второго борющегося родителя, для него это, да, это некий механизм, ну, как бы это не выглядело иногда разрушительно, это может быть некий такой целительный механизм для него самого лично, ну, потому что иначе, ну, так или иначе придется, там, не знаю, сталкиваться с своим несовершенством или еще что-то, а тут в борьбе можно очень, ну, когда-то такая, как сказать, заманчивая история, вот в борьбе можно говорить, вот знаете, как это, в детских там каких-нибудь мультиках, понятно, эти плохие, эти хорошие, и там вот эта же история раскручивается, когда эти вот, они только плохие, эти вот только хорошие, естественно, я кто, я, конечно, хороший, этот плохой, и такая, в общем, простая нормальная история, где действительно он получает какую-то поддержку для себя, для внутренних каких-то их процессов, ну, просто чтобы как-то более-менее стабилизироваться, более-менее выживаться, но это не значит, что это хороший способ, и для него самого это лучший способ, в общем, откалечащий, но другое дело, что заманчивый. То есть, получается, на самом деле, здесь все-таки никакого лечения, это и терапии нет, это просто такое, как бы сказать, откладывание. Это не лечение, в смысле, вот действительно лечение, ведь лечение и терапия, это что такое? Это когда мы действительно решили проблему, условно говоря. Но это, знаете, можно такую простую грубую аналогию провести, условно говоря, там, у человека болит зуб, можно пойти к зубному и вылечить этот зуб, и сделать, чтобы он не болел, потому что там, все пролечили, сделали красиво, и все хорошо, нет, прям никакого воспаления, да? А можно, я не знаю, выпить много водки? Ну, то есть, у него будет в итоге еще болеть печень, но прямо сейчас он выпил много водки, и ему какое-то время хорошо, ну, или там, паника, или чего-то, чего-то горячительного, да? Ну, то есть, вот эта история про вот эти вот все поляризации и перекладывание, там, проекции, перекладывание на кого-то другого, это не взятая жена бывшего супруга, там, это же можно на кого-то, можно с соседкой, можно с какой-нибудь социальной группы, можно все с кем, кого-нибудь ненавидеть, там, гробов каких-нибудь, ну, то есть, ну, это очень разрушительная история, как раз вот, как с водкой, с тем, что кроме зуба еще заболит печень, желудок, в мозгу у нейроны погибнет. Такой, можно более, более общего характера вопрос, если не покажется слишком личным, у вас случайно нет сына хотя бы одного? Есть один, старший из них. Вы одновременно и юрист, причем и с образованием, и с практикой по юристу, и одновременно еще и психолог с образованием, и с практикой. Да. Я, так сказать, хочу создать вопрос про мужское движение в целом. Это огромная масса, очень разношерстная, поэтому про него трудно говорить как-то конкретно, но, скажем так, есть крайняя точка, которая говорит, что это люди просто, ну, на ровном месте, так сказать, потому что они там группа неудачников, и, в общем, они, так сказать, в общем, все их неудачи в личной жизни, там, в семейной жизни, и юридически, и психологически, они обусловлены личными низкими качествами, и все, больше ничем. Другая крайность говорит, что все-таки есть некое правовое поле, да, и правоприменительная практика, которая, ну, определенным образом разворачивает, скажем так, то есть есть глобальная политика, то есть там, при прочих равных вот эти вещи считаются, там, вот так хорошо, вот так плохо, и так далее. И, ну, скажем так, группа, в которой я кручусь, да, и которая смотрит, в том числе, эти видео, она склонна считать, ну, в разной степени, там, экстремальности, но склонна считать, антимужским образом, причем она там в разных аспектах, там есть, можно сослаться там на политику, детский сад, там, школа, послешкольная, там, армейская тема отдельная, вообще, это специфическая. Я знаю, что, ну, некоторых женщин впервые посещает такой, как бы, инсайт, что вообще-то в этом мире что-то не очень равновесное, когда у них появляются сыновья, как бы, имея сына на руках, все-таки, это нам всем кажется, что, как-то вот, ну, какое-то поле существует, которое направлено против нас, или все-таки оно объективно существует, и это не то, что нам кажется, просто, ну, вот кто-то с этим сталкивается, кто-то сильнее сталкивается, кто-то слабее сталкивается. Бывают люди, которые с этим вообще не сталкиваются, ну, они просто не, когда им описываешь, а что, о чем я говорю, там, например, вы читали Семейный кодекс с комментариями, люди говорят, не читал, и зачем мне это нужно, мне так все хорошо. Ну, повезло человеку. Существует все-таки некоторое, сейчас сильное слово скажу, мизандрическая реальность, именно реальность, не наше восприятие такое, скажем, обиженных, там, пострадавших, травмированных и так далее людей, а более-менее политика, причем такая длинная политика. Вот смотрите, что бы я тут сказала, собирая вот в такую, скажем, в кучу весь свой опыт житейский, человеческий, там, всякий разный. Во-первых, мне сразу хочется сказать, когда вы говорите, что вот это вот есть полярное мнение о том, что все люди, которые попали, все мужчины, которые попали в такую ситуацию, они там какие-то милые очистники, все не сложилось, потому что они сами условно виноваты. Я такую точку зрения никогда не поддерживаю, потому что, ну вот, вообще, эта история про то, что все чего-то, она, как правило, жизнью не подтверждается. То есть, когда мы начинаем рассматривать каждый конкретный случай, там оказываются свои конкретные обстоятельства, и там много чего разного. То есть, нет, я не думаю, что эти люди все какие-то там неудачники, что-то там не так сделали и так далее. То есть, в нашей реальности, будь ты хоть мужчина, хоть женщина, можно попасть в какую-то невриятную или там трагическую ситуацию, неважно, там, как родители или просто как человек, или, не знаю, просто где-то там, еще даже пострадать физически, вовсе не потому, что там какой-то, какой-то не такой, что-то с тобой не так. Дальше, про мизантрическую реальность. Я очень много слышу от своих клиентов женщин про мизагиническую реальность. Вот. То есть, из-за того, что я наблюдаю, я бы сказала так, что, с одной стороны, вы смотрите, есть какое-то давление культурных каких-то и бытовых моментов, где мужчины погибали, мужчин мало. Было, например, у тех поколений, которые сейчас взрослые, ну, достаточно взрослые совсем же, да, нехватка мужчин. Ну, это сильная такая фигура матери, она сильная не в смысле того, что она на самом деле сильная, да, а в смысле того, что ей деваться было некуда, и она вот эта вот, которая там, и лошадь, и бык, и баба, и мужик, и на себе тащит и семью, и детей, и всех на свете. То есть, такая некая вот эта мать, какая-то такая давлеющая, которая в социализации, в таких условиях, где эта мать, она же и Марья Ивановна в детском саду, она же и учительница в школе, да, она же и дальше, то есть, где вот этот вот, ну, в некотором смысле, женский мир, который формирует этого там будущего мужчину, условно говоря. Эта история, конечно, есть, она присутствует, и с этим не поспоришь. Применительно к воспитанию детей. Вот сейчас, даже за те годы, что, я сама являюсь родителем, а являюсь родителем уже 21 год. То есть, к вопросу о моем сыне, да, который у меня старший сын. я вижу на детских площадках, в детских поликлиниках, на детских утренниках, в школе, в детских учреждениях, я вижу, как постепенно мужчины приходят вообще в эту сферу воспитания детей, когда семьи перестраиваются, вот эти вот современные, такие молоденькие семьи. Если там 20 лет назад мы были, наверное, чаще всего единственной семьей, в которой пришла мама, папа и ребенок, ну вот, с мамой пришел папа, да, с младенцем, куда-нибудь, там, не знаю, в поликлиниках, то сейчас это вообще нормальная история, когда вот пришла мама, там, с младенцем, или даже уже не с младенцем, и с ними есть папа, который, там, не знаю, что-то делает. Или сам папа пришел, даже без мамы, и, в общем, уже никого это сильно, там, не удивляет, в школах, и, там, в разных детских кружках, и так далее. когда папа, в общем, наряду с мамой, они абсолютно взаимозаменяемы, такие вот, ну, то есть, да, 20 лет назад это было какое-то такое событие, о, папа там ходит, а какой папа, фигня. Сейчас нет, спокойно, но это более, ну, больше входит в рамки социальной нормы, когда они примерно равно включены, или даже те истории, где папа сидит в декрете с ребенком или просто сидит с ребенком, да, ну, основной воспитатель это папа, а мама, она где-то там работает, зарабатывает деньги тоже, это уже не вызывает какие-то, ну, какого-то, особенно, удивления или отторжения, по крайней мере, в больших городах, да, то есть, про вот села, какие-то маленькие населенные пункты, да, там, может быть, больше наследий прошлого, там, мама, если помнить, какой-то приоритетный воспитатель. И в судебной практике я вот говорила, я повторюсь, лично вот в том, с чем я сталкивалась, то с теми прецедентами, с которыми я знакомилась, то есть, нигде я участвовала, где я, например, только читала какие-то обзоры судебных решений или судебные решения, состоявшиеся там, кто-то мне давал почитать, ну, почему-то. Скорее, какая-то вот тенденция такая, вы знаете, все-таки про родитель, а не мама или папа. Ну, то есть, вот без вот этого вот какого-то приоритетного условия родителя, который вот должен быть. Но, опять же, оговорюсь, что какая-то местная практика может быть и несколько архаичная, которая считает маму, там, в общем, или конкретный вот судья может так считать. Ну, в общем и целом, у меня, кстати говоря, довольно часто вообще, там, где я участвовала, дети оставались с отцами, примерно, прикидываю, причем дети иногда очень маленькие. Было у меня достаточно давно уже, несколько лет назад, дело там, самым маленьким ребенком было что-то два, два с чем-то, то есть, какой-то маленький совсем ребенок был и суд решал, с кем, с мамой или с папой не проживать, ну, основное место жительства, или с папой, вроде бы совсем еще маленький, да. Ну, то есть, маме, да, выделили время, посещение и так далее, то есть, не то, что ее там сюда-то делили, но фактически, вот это вот, основное место проживать осталось с отцом. Кстати, я по теме вспомнил, забыл, наверное, поменуть, хотел задать вопрос предыдущий. Если ты потом вспомнил, то вернусь к этой теме, обратно, а есть ли какая-то специфическая динамика, наверняка есть, там, где детей несколько, вот, в ситуации ПАС? Конечно. А в чем, в чем специфика? В чем специфика? Во-первых, в том, что есть старшие и младшие, вопрос еще в том, насколько они, ну, далеко по возрасту друг от друга, то есть, разная динамика будет, если один подросток, например, другой совсем маленький ребеночек, или если они погодки, потому что они могут по-разному это делать, но такая общая тенденция, опять-таки, очень обобщенная, часто какой-то из детей больше, скажем так, идентифицирован с отчуждающим родителем, и он берет на себя еще такую функцию, ну, такого, знаете, осмотрщика над братьями и сестрами, ну, чтобы они не отклонялись, так сказать, от нужного курса, и в том числе при контакте с отчуждаемым родителем, мне кажется, это и описано, кстати, и у Гарднера тоже, когда, например, старший ребенок следит за младшими или младшим на предмет того, что, ну, там, чтобы он не слишком, не знаю, хорошо относился к папе, например, во время посещения, когда он там контактирует, и не забывал, да, кто здесь хороший, кто плохой, вообще, ну, как говорится, генеральная линия здесь у нас, озвученная и так далее. Вот ситуация ПАС, это она, чем, так сказать, вообще интересно-то, если детей несколько, тем, что, вот в норме, да, например, родители разводятся, в семье несколько детей, дети могут, ну, по-разному на это отреагировать, ну, каждый по-разному, то есть один может считать, что, ну, и правильно, что они разводятся, ну, и нормально, да, в чем проблема, собственно, да, кто-то может считать, что там папа плохой, мало, хороший, ну, это очень условно сейчас, да, грубо так набрасывается, да, кто-то, наоборот, присоединился к папе, и он там папу больше любит, ну, вот такая история, да, там, где ПАС, они, как правило, по крайней мере, в поведении, если это тем более, ну, средняя или там тяжелая форма, они транслируют одно, но при этом, вот их внутренние отношения, ну, опять же, вот отследуем, например, семью, да, там, в семье несколько человек детей, и может оказаться так, что кто-то привязан больше к маме, а кто-то к папе, ну, и это тоже нормально, да, кто-то может быть вовсе не к маме, не к папе, а там к совместно проживающему, там, дедушке привязан, а вот, родительнику, привязан, конечно, но там, ему более критично, при этом, то дедушку потерять, или бабушку. Ну, то есть, а припас, они, с одной стороны, выступают, скажем так, с одной стороны, единым фронтом, а с другой стороны, кто-то из детей оказывается еще и тем, кто поддерживает, ну, то есть, чтобы вот это вот естественное расслоение, да, мнений у них не происходило, то есть тот, кто, ну, удерживает вот это вот ядро вместе. Не знаю, понятно ли я сейчас это сказала. Более-менее, да, я просто подумал, что может такое быть, сейчас мысленно думаю, скажем, на одном ребенке, то есть у одного ребенка пас есть, и он сильно выражен, допустим, даже в тяжелой форме, а у другого ребенка нет, вообще нет. Так, может быть. Вот сказать, что я такое видела именно прямо из практики, нет, но, как бы, разная степень может быть. Но как раз вот этот вот, который сильно выражен, он будет на второго ребенка контролировать, для того, чтобы он не отклонялся. Если, ну, при условии, если их не разделили, то есть у нас такие решения тоже случаются, когда детей отдали, ну, то есть одного одному родительству, другого другому. Вот тогда это вообще другая конфигурация. Тогда может быть такая история, что вот эта мать, например, с ребенком, которая отчуждает, она может отчуждать, ну, их тоже обоих, как папа. А может и нет. то есть тут уже сложные разные конфигурации возможны, да, то есть она может пытаться отчуждать этого ребенка от родителей, с которым он проживает. то есть настраивать вот это, как я говорю, то есть говоря, таким словом. Я сейчас... Но... Не понятно, сказали? Нет, я просто, если мне что-то вертится, пример, только я не могу вспомнить, где я это видел. Там же вот часто, где вот это вот, то, что Гарлиан называет, кроме того, что связь может быть сильной или слабой, он там говорит, да, связь, так же бегло выражается, связь бывает здоровая, а бывает нездоровая. Я так про себя сразу под словом нездоровая связь имею в виду что-то типа вот, ну, либо там в мягком случае слияния, в тяжелом случае речь идет про, как минимум, про психологический инцест, да, то есть такого повреждения, скажем, в отношениях. И что-то вертится где-то вот, я даже не пойму, это было в реальной жизни в каком-то фильме, в семье двое детей, мальчик и девочка. И они там довольно близкого возраста, у родителей, в общем, как там я лекцию мусульманского проповедника там публиковал, в общем, он настаивает на том, но не только он, это в общем, все традиционные, специалисты по традиционному устройству, все говорят, что основная связь должна быть родителям, все остальные связи, более слабые, это связи к детям. Если родители эту вещь не соблюдают, то есть не держат границы, кто у них, собственно, основной партнер, то начинаются вот эти вот нездоровые такие как бы альянсы. И вот в какой-то семье может такое быть, что образуется альянс, например, родился старший сын, мама на него переключилась, и вот это вот образовалось, это вот, там сказать, слияние, ядро. Там папа и так не очень близко был психологически, а после этого он вообще, естественно, отстраняется, как бы его это ядро, вообще так оно так исключает его, типа не надо к нам, у нас тут свои дела, в общем-то, вообще не вмешивайся. Потом вдруг появляется второй ребенок, второй ребенок девочка. И, естественно, тут большой соблазн, редкий человек не свалится, в общем, папа, естественно, чтобы не уходить никуда, он просто переключается тоже на дочь, то есть она у него становится такой как бы, ну, женой в кавычках. В итоге у нас такие, как бы, такой анклав из нескольких нездоровых связей, то есть нездоровая связь между родителями, нездоровая связь между там два ребенка, два ребенка. Суд, в принципе, может их поделить и учесть эти связи и сказать, ну, окей, ладно, вы там привязаны, ты живешь с ним, ты живешь с ним. На самом деле этим будут законсервированы как раз две патологических связи, они будут параллельно. Нездоровые патологические связи. Так может быть. И так бывает. Это же довольно, ну, скажем так, если уж не говорить часто, то нередкая в любом случае история, когда в рамках семьи существуют вот эти вот различные нездоровые коалиции. И действительно, тот факт, что, например, ребенок детей несколько, он не, ну, как бы, не освобождает, например, от того, что, например, мать может быть в слиянии только с одним из них. И вот ценность представляет, например, ну, вот это вот такое, может, неосознаваемое, но вот это вот именно бессознательную ценность. Вот один какой-то конкретный ребенок, не обязательно это ребенок противоположно пол, ну, вот почему-то вот этот, да, а все остальные нет. И тогда понятно, что вот этот вот тот, кто будет в сцепке припас, скорее, естественно, в первую очередь, это вот этот вот тот, ну, то есть тот ценен, кого нельзя потерять, кто в слиянии. В семье, где много детей, это же не только припас мы можем видеть. Мы можем видеть, например, когда такая вот история про какие-то слияния и связи, например, что кто-то из детей на веки вечные остался при маме, ну, там, я не знаю, до старости жил при ней, да, и не создал своей семьи, или там был неуспешен очень в этом. А все остальные дети, ну, что называется, вылетели из гнезда и создали свои семьи. Это как раз может говорить о том, что вот с этим ребенком была связь, и он нужен был вот как свой вот этот вот, ну, партнер, например, замечающий, да, партнер, или еще кто-то, и его не отпустили просто. И цену этого ребенка, например, все остальные смогли строить свою жизнь. Это да, это да просто. Просто припасы, эти конфигурации, они еще больше осложняют вообще картину. Потому что, если, например, мы их разделили самообразно вот этим нездоровым привязанностям, то да, мы подпитали вот эту нездоровую штуку, которую довольно сложно, кстати говоря, обнаружить, ну, вот при том, что мы имеем вот в рамках судебного исследования. Например, тот же эксперт, который работал, например, с семьей всего несколько часов, он может, ну, либо не успеть оценить, да, степень, там, патологичности этих связей. Хотя, когда, если все сильно патологично, ну, как правило, видно, но опять, или может иметь такую гипотезу, но не получить, там, ну, какое-то такое, прям, внятное подтверждение, да, или когда. Ну, то есть, часто ведь в экспертной работе мы можем что-то видеть, но еще большой вопрос, как это, как это объективировать, как это вот внести в заключение, да, то, что мы видим, как для этого найти слова, да, какими методиками это подтвердить, потому что, если мы на работе эксперта, собственно, то это не просто та история, когда, тоже с этим мы часто сталкиваемся в суде, когда придите, пожалуйста, посмотрите на них и скажите нам. Нет, мы не должны прийти просто так на них посмотреть и рассказать вам свои фантазии, мы должны с ними провести работу, а эта работа строится на научно-обоснованных методиках, притом только на сертифицированных, только на прошедших валитизацию именно на нашей популяции, на российской, и так далее, и так далее, ну, если не будет спустись. Ну, вот, ну, собственно, те же стандарты я всегда использую для заключения специалистов и всех своих коллег к этому тут призывают, потому что, ну, это не та история, когда мы просто совсем там на всех посмотрели, условно говоря, и сказали, что мы в этом случае задумываем, что мы видим. Но, опять же, не всегда какие-то вот эти вот штуки, да, человеческих отношений можно, я не знаю, за несколько часов очень хорошо уловить, да, что там происходит, особенно если, ну, то есть, опять, каков протокол, какая-то работа с семьей для специалистов. Вот я, честно, практикующая, независимая специалист, соответственно, я сама себе протокол устанавливаю, я всегда работаю, это бывает, вызывает недовольство у тех же сторон, я всегда работаю в несколько встреч, то есть, эти встречи со взрослыми, это достаточно продолжительные встречи, более часа, если ребенок там маленький, да, понятно, что это меньше, но это несколько встреч, я вижу их неоднократно, я работаю с ними в несколько приемов, я вижу их вместе, взаимодействие ребенка и родителя, каждого из детей, да, с родителями, я вижу их взаимодействие общее и так далее, то есть, мне проще, а если это в государственном учреждении, у него, может быть, там, два часа на семью выделены, и когда он все посмотрит, да, и сказать, что тут у них что-то, что-то никого происходит, ну, то есть. Является, ну, таким важным маркером использование местоимения «мы», когда кто-нибудь из родителей использует «мы» по отношению к себе и ребенку, имеется в виду? Ну, скажем так, это маркет того, что есть слияние, вот смотрите, мы можем рассуждать, что, ну, скажем так, не сильно напрягаться, вот где-то, сейчас скажу, если мы слышим использование местоимения «мы» по отношению к совсем маленькому ребенку, до полутора лет, например, ну, то есть мы ставим палочку, что мы это слышим, да, но не сильно пока напрягаемся. Если мы услышим эту историю по отношению к ребенку достаточно взрослому или к подростку, тем более, то можем сразу напрягаться, но тут ведь еще, как бы, мы это берем как что, как некую гипотезу, да, что что-то у них тут с границами, видимо, слияние или еще что-то, то есть гипотезу, которую нужно проверить. И мы ее будем проверять дальше, например, экспертной работе абсолютно разными способами, в том числе с помощью проективных методик и так далее. И вот там она, как правило, отлично выявляется, ну, то есть мы получаем некую объективизацию вот такого, то есть не просто мы услышали и так подумали, да, а человек, например, рисует там задание нам что-нибудь, он, ну, абсолютно явственно себя, например, ребенка как-то объединяет или еще что-то делает, ну, то есть там как правило либо в графической форме, либо еще как-то это прям видно, что вот это вот слияние. Ну, плюс еще тесты, которые обсчитываются, там тоже у нас уже есть маркеры слияния. Чисто любопытство, тест Роша используется на практике вот в реальной работе? Ну, вот лично я его не использую. Смотрите, каждый, ну, не знаю, что он плохой, да, сейчас расскажу. Вот смотрите, каждый эксперт выбирает себе методики, отвечающие вот как раз тем критериям, которые я говорила, все должны быть проверенные, валидизированные, сертифицированные, прошедшие там проверку времени, общепризнанные методики. Ну, то есть у нас, опять же, я с этим столкнулась неоднократно, когда я сам придумал, как проверить, я вот придумал, вот если вот так вот сделать, то вот это вот будет, вот это вот, и вот я проверил, вот это вот, это вот не методика, вот не этим мы работаем, это вот нет. Ну, то есть это должно быть что-то, уже что, не просто там, до нас сочинили, но еще и проверили на хороших, больших выборках, так далее, обсчитали, и все такое. Вот. Но при этом каждый выбирает себе, ну, инструмент, знаете, как художник, который выбирает, кто-то хочет рисовать графику и рисует там, не знаю, исключительно простым карандашом, например, да, или угрем, а кому-то нравится рисовать с маслом, а кто-то масло терпеть не может, и там, исключительно пастелью, это рисует. Тут тоже мы подбираем вот этот пул методик, исходя из того, что, ну, вот это мой инструмент, который мне в руку ложится, который я понимаю, я с ней хорошо, мне удобно обсчитывать, например, если это методика непроективная, которая с подсчетами, или полупроективная, когда они не проективные, но мы их обсчитываем в метро-математической статистике. Поэтому, лично, я РОРШу не работаю, ну, есть методики, кто работает, психиатры тоже, некоторые им работают, мне кажется, им ближе, хотя, может быть, не все, ну, в общем, вот. Я хоть вспомнил все-таки по поводу, так сказать, глобального поля политики перепрыгнуть, я, может быть, неправильно сформулировал первый заход, попробую по-другому сказать. я не совсем не имел в виду про некое социальное восприятие, там, я и сам вижу, что как только, когда отцам дают такую возможность, то, естественно, много, ну, скажем так, сильно больше желающих появляется вовлечься в детский вопрос. И это тоже вещь, которую я считаю, нужно прорекламировать, правильно подать. Если людям говорить, что вот, ну, там, с раннего детства, что это круто, это клево, ну, больше заинтересуется. А если с раннего детства говорить, что это не мужское дело, типа, а ты что, в детстве, в детстве, в детстве матери не играешь, что ли? Это можно в детском саду делать, начинать, в принципе, уже. И тогда, к 18-ти годам у человека будет четкое разделение, что есть мужское занятие, есть немужское. И вот дети, это немужское. Там, когда требуется, например, ну, не знаю, тренерская работа со старшими школьниками, ну, как-то еще там, ладно. А вот то, что касается, не знаю, там, детского сада и около того, нет, это немужская задача. Я все-таки именно про такое более объективное вещи, там, про реальное содержание там, семейного кодекса того же, да, например, не знаю, навскидку, те, кто читал семейный кодекс с комментариями, знают, что, например, там, до года ребенка мужчина не может подать на развод, там, да, даже если доподлинно известно, что ребенок не его. Женщина, в свою очередь, может. Ну, как бы, просто объективная реальность, которая записана прямым текстом в кодексе, то есть не нужно строчек вычитывать там. Ну, еще раз вещей там, например, я сегодня, например, получил поездку на своего сына, там, да, на первичный учет военный. То есть, понятное дело, что, в общем, это тема, которая девочкам незнакома от слова совсем. То есть, это вообще вопрос, который не касается, он параллельная вселенная. Ну, и я сейчас не буду там перебирать, я думаю, вы сами знаете семейный кодекс лучше меня. Да, да. Ну, скажем так, все-таки некоторый объективный перевес в женскую сторону. Неужели его нет? Неужели нам все это кажется? То есть, мне тоже все это кажется? Вот смотрите, нормы семейного кодекса, конечно же, вам не кажутся, они существуют. И истории все эти с воинским учетом, естественно, они существуют и никому не кажутся. Но вопрос в том, откуда они взялись в семейном кодексе? Они как раз взялись там, для того, чтобы защитить женщину как более слабого в этой ситуации. И она на самом деле более слабая до года этого ребенка. Она ведь, ну, связана по рукам и ногам этим ребенком, если уж по честности говорить, да, и в наших социальных реалиях. Ну, куда вот она с младенцем на руках, да? И поэтому внесены были эти нормы для того, чтобы защитить ее. А к вопросу, о том, даже если он не его, этот ребенок, например, он знает, да, что он не его. Там ведь тоже у нас есть процедуры такие, что если он родился в браке или там в течение времени, или в днях описанного, да, соответствующего срока, после него, то есть, когда возможно было начать, то есть, считается автоматически ребенком супругу и нужно отдельно воспаривать. Опять, для чего? Для того, чтобы защитить эту женщину и этого ребенка? то есть, понимаете, в чем здесь история? Нет, я не думаю, что кто-либо, кто-либо вот сейчас кто нас смотрит, я не думаю, что есть такой человек, который против защиты детей, женщин и детей. Я не думаю. Вопрос, ценой кого? Ценой чего? Ценой... А у нас, видите, как у нас построена, ну, скажем, социальная вообще история нашей западной, скажем, цивилизации, я не знаю, как у других, да? У нас ведь очень много и в воспитании и по факту ценой кого? В данном случае ценой мужчины, да. Сил, средств, усилий, переживаний. Эта история про то, что вот расти будешь там защитником или еще кем-то, она ведь тоже очень большое давление на этого человека, на ребенка, на мужчину. Ну, априори возлагает. То есть, он формируется уже как тот, кто должен. Сейчас ты должен, а потом ты вырастешь, ты еще больше будешь должен, а потом у тебя будет жена, и ты опять ей должен, и там будет ребенок, и ты ей должен. Да, есть такое дело, но у женщин другие просто долженствования, скажем так. У них тоже немало сложностей и вот этого, того, чего должен, и нормы все-таки пытаются защитить более слабую сторону, потому что из социальной реальности, из практики мы же видим, что если, например, этих норм нет, они же тоже ниоткуда же не взялись. Ну, то есть, как правило, под доброй волей в большинстве случаев, ну, большой выборки случаев, это не регулируется так, что, например, человек добровольно из каких-то возвышенных побуждений, например, не оставил ее без средств существования. Чаще бывает так, что вполне оставил даже тогда, когда есть соответствующие нормы. По алиментам обязательствам то же самое, что да, он отец, он, в общем, не пытается оспаривать, он говорит, да, ребенок мой, но денег не дам. Я в своей бытности адвокатом тоже очень много по алиментам не дам работала. Когда он денег не дам и все, ну, и, например, потому, что она нехороший человек, ну, а им то есть нечего. Или, например, она больна раком, она не может работать. Ребенок на иждивении там у нее. Брать его не хочу, алиментов не дам. А сам официально не работаю, потому что я так исправил. Ну, и все. Ну, и вот, даже правовая норма не помогает. Что с ним сделать? Ну, уголовная ответственность и приключена. А им как нечего было, так не нечего. Ну, я, честно говоря, у меня тут по поводу алиментов отдельно. Если будет когда-нибудь желание, можно по поводу этого отдельно поговорить. Во-первых, у меня опыт плательщика алиментов по соглашению. Во-вторых, сейчас я получаю алименты, я получатель алиментов. А в-третьих, я категорически противник. Я считаю, что это совершенно порочная система, она должна полностью уничтожена. Я из тех, кто говорит, что слово алименты должно просто исчезнуть. Позор цивилизации, его просто не должно быть. Ноль. Хорошо, поговорим на скидку яркое привести, что еще у нас такое в кодексе есть. Например, я считаю, это люди часто, мне кажется, используют слово, есть спор, у нас, собственно, патриархат или матриархат. Я, как человек, который читал Левистрос, ссылаюсь на то, что все-таки по ряду признаков матриархат довольно очевидный. И один из таких ключевых признаков, как присваивается ребенок родителю. То есть у матери у нас основанием является медицинский документ. То есть она находится в роддоме, ей выдается справка медикам. Патриархатические медики гарантируют, что это ребенок именно от нее. Он неоткуда-то там с потолка взялся. И если вдруг выяснится, что случайно его перепутали, это будет расценивано как нарушение, его будут там искать концы, где и почему, и как. Отец как бы чудные просто совершенно формы существуют. Заявляю о рождении у меня ребенка, есть такая форма. Заявляю о рождении, заявляю о рождении у нас ребенка, есть такая форма. И кто не проверяет, он вообще отнимет какое-то отношение вообще к отцу или нет. Он просто просто поставил, все, достаточно. На Западе там вообще чудные есть дела, когда мать вписывает сама, а потом отец, там спустя, в фильме был эпизод, там 10 лет спустя выясняется, что этого человека, который вообще никакого отношения к ней не имеет, его собирается сажать в тюрьму, потому что за ним долг народ по алиментам, потому что ей алименты выплачивало государство, служба его в конце концов нашла и теперь предъявляет ему претензии в объеме за 10 лет с процентами. То есть тюремный срок. И мать спрашивает, как вы так получилось сделать? Она говорит, ну мне нужно было пособие получить, поэтому мне нужно было кого-то указать. Зашибись. То есть, дело даже не то, что она указала, бог с ним. Просто если бы в системе какая-нибудь была, ну скажем, какая-нибудь, система противовесов, которая должна была бы хотя бы удостовериться, вообще ребенок-то имеет отношение к этому человеку. Нет, это не требуется. То есть вот мелочь, но... То есть как бы отцовство презюмируется, то есть это презумпция. То, что после развода творится, это вообще, я просто не знаю, как это в реальности решается. Допустим, там, ну брак в сложной ситуации, да, там, и беременность наступает еще когда, ну когда предыдущий брак еще действует. Даже в такой ситуации. Хотя по факту с супруги не общаются, и у них, в общем-то, уже готовые там, ну сейчас, на подходе следующий брак, который там заключается сразу после... Там уже заключен брак, но еще не прошло 360, сколько там, 360 дней предыдущего. И вообще, кому и на основании чего присваивать отцовство, большой вопрос, потому что можно присвоить, сказать, что она еще не прошло время с прошлого брака по этому ребенку, того мужа. Можно сказать, что она уже в новом браке по этому ребенку, по этому мужу. Но ни в том, ни в другом случае никто не проверяет, а вообще ребенок имеет какое-то отношение вообще какое-нибудь. Я уж молчу про какую-либо ответственность, которую... Многие мужчины считают, что вообще-то неплохо было бы, чтобы ответственность какая-то была. Если, например, женщина осмысленная, зная об этом, вешает ребенка на мужчину, который к этому отношению не имеет, то какая-то административная, а может быть, даже уголовная ответственность должна наступать за такие вещи. Ну, о таком и близко, конечно, речи не идет. Я, в общем, про то, что, например, что факт присвоения ребенка, он тоже закреплен вполне в бумагах на официальном уровне. это не какая-то там судебная практика. Это не судебная практика. Действительно, это действующий медно-складательство. Действительно, ребенок считается... Вот смотрите, почему, да? Потому что происхождение ребенка от конкретной женщины, оно, опять же, более такой установимый и осязаемый факт. Ну, в том смысле, что вот медик, который принимал род, он, собственно, видел, да, что вот этот ребенок, он произошел от этой женщины. Ну, и там на него бирочку одели, и поэтому роддом выдает и ребенка, собственно, этой женщине, и бумагу о том, что вот она родила вот эту конкретную ребенку, да? Происхождение ребенка от этого конкретного отца, оно не так проверяемо, скажем так. Ну, то есть оно никак физически не видно, например, на момент там рождения. Оно отдано в некотором смысле на откуп этих самих людей, родивших ребенка. В том смысле, что либо мать укажет кого-то в качестве отца, либо она не укажет никого в качестве отца, либо если она в браке, то презюмируется, что это ее супруг, либо вот супруг бывший, если там ребенок родился в соответствующий срок, либо это новый супруг, если все согласны, либо они пойдут в ЗАГС, и он, не будучи супругом матери, признает себя отцом ребенка. И опять здесь государству даже не важно, действительно, это действительно его биологический ребенок, или он, вот, например, родился ребенок, и он хочет почему-то эту женщину таким образом поддержать, или что там у них случилось, он хочет признать этого ребенка своим. Государству здесь, в общем, все равно. Ну, то есть, признал, признал, отлично. Никто не признал, у нее есть возможность его прочерк оставить, да, сказать, что я мать-одиночка, и, в общем, никого не умеет. То же самое с суррогатным материнством, когда она может, в общем-то, суррогатная мать оставить себе этого ребенка, если не передала, его там не подписала документ, там тоже есть, ну, вот это вот небольшое окошечко, где она может, например, передумать, им не отдать. То есть, право, вот это, право рождения, право крови, ну, вот, не кровь в генетическом смысле слова, то есть, ребенок может быть, с суррогатной матерью, она может быть не ее, да, генетический ребенок. Ну, вот это вот право происхождения, что мы видели, да, что эта женщина развивает, вот это все. по-моему, было чуть ли не решение Верховного Суда, как раз, когда был один из первых конфликтов на эту тему, то, собственно, до Верховного Суда дошла такая дилемма, то есть, кого считать матерью? Да, кого считать матерью? Тот, чья ДНК, или тот, кто произвел роды? И в итоге, не знаю, кто и на основании чего разрешал это в Верховном Суде, но решили, что мать та, кто родила. Да, потому что у нас вот это вот как раз презумпция, ну, вот происхождение, как раз о чем мы говорим, что вот мы можем удостоверить, ведь ребенок, родившийся вне медицинского учреждения, тоже получает, вполне может пойти быть за свидетельством и получить документы в органах ЗАГСа и должен быть, да, когда придут свидетели и скажут, что мы видели, что вот эта женщина разделает на ребенка. Ну, то есть на основании этого она будет. Я, собственно, так еще, у нас еще два часа истекает, я хотел под завершение сказать, что, собственно, почему в том числе я эти вопросы сейчас задавал, как бы, ну, нашу, скажем, тусовку, но, скажем так, существует некое такое институционализированное отдаление или отчуждение детей, оно фактически начинается еще до того, как эти дети реально появились. То есть как бы мужчина, он изначально отделен, отделен от темы, уже от самой темы, еще когда детей даже в планах нет, еще когда он не знает, что это такое. Потом, когда дети на подходе, он уже тоже отделен, да, о том, что вот у меня там, я посвящал, там, у меня была такая небольшая речь про то, что все-таки для мужчины ребенок появляется скачкообразно, ну, практически он был и не был, и вдруг стал. Для женщины это некий длительный процесс, который, ну, там, у нее стаж есть, то есть она как бы общается с ним еще задолго до того, как он родился, собственно. и даже если вдруг, например, не дай бог, если роды там прошли неуспешно, и ребенок родился там, или умер быстро после родов, или родился мертвым, но какой-то период все-таки она с ним все равно прожила, с живым, то есть она с ним какого-то вот общения происходит, то есть связь вот эта, она как бы есть. И вот эта вот, ну, как бы связь мужчины с детьми, она изначально такая, ну, ослабленная, что ли. Во-первых, есть природные вещи, почему она ослаблена изначально, просто мы далеки, ну, дальше от этой темы, вот, ну, не мы вынашиваем детей, да. С другой стороны, государство могло бы, в принципе, как я думаю, понимаем, государство могло бы подыгрывать в сторону компенсации, как-то, ну, не знаю, стараться скомпенсировать эту разницу. Так же, как, не знаю, женщинам компенсируется то, что они, не знаю, физически слабее, допустим, там, в школе меньше норматива, да, там, девочки, нужно на пятерку медленнее бегать. Почему? Ну, неизвестно, ну, вот, типа, такая компенсация. Мужчинам могла бы какая-нибудь компенсация существовать, не знаю, там, в виде каких-то подготовительных курсов в период беременности, каких-то специальных, там, гарантированного периода с ребенком после работы, именно чтобы это даже убыток в бизнесу был, да, ну, вот в пользу общей психологической обстановки. А государство могло бы, и скорее, ну, делать так, как бы, ну, в общем, им неинтересно, как минимум, неинтересно, то есть не нужно, чтобы мужчины в эту тему входили, потому что это за счет всякие там неудобства, там, дети, как я понимаю, начинают обладать всякими качествами, которые неудобны в управлении в гражданах, то есть больше самостоятельность, больше уверенность в себе, такая, ну, в целом. Они менее, менее удобны, как, как единицы управления, и поэтому, возможно, ну, как минимум, нам не подыгрывают в этом, а как максимум, играют против. Такое есть ощущение, скажем так. Ну да, я поняла эту точку зрения, что такое ощущение есть. Я бы тут опять обратила внимание вот на что. Сейчас, если к вопросу, то есть действительно, да, отец, он биологически просто, действительно, он встречается с этим ребенком, как с ребенком, он сознает вот этот момент, что это ребенок, ну, тогда, когда он уже есть, например, в случае там каких-то перинатальных потерь, наверное, он несколько иначе переживает эту утрату, если у него, ну, как-то больше, скорее, наверное, там особо любит, или своей женщиной беспокоится, ну, это опять из практики, чем об этом вот ребенке потерь. Ну, да. Вопрос о том, что там у нас с государством, да, сейчас, вот эти вот насчет курсов, подготовки и так далее, у нас ведь даже сейчас в государственных роддомах, где это происходит бесплатно, вполне можно участвовать отцу, присутствовать в природах, и это практикуется, и люди присутствуют. Вот эти вот молоденькие пары сейчас, ну, как бы для них это не странно, то есть бывает, например, у пары несколько детей, и там у всех народов присутствовал папа, то есть он там был, он, так сказать, тоже присутствовал, участвовал, там чего-то делал. На курсы, которые при обычных женских консультациях, я сейчас не говорю про какие-то там медцентры и так далее, у нас сейчас в обычных женских консультациях всегда есть вот эта вот система подготовки к родам, там курсы какие-то, они абсолютно бесплатны по ОМС и так далее, там сих пор обычно есть тоже при консультации, и туда разрешается, допускается, приветствуется хождение пары, ну, то есть не одна мама пошла готовиться, а мама с папой пошли готовиться, и там их также обоих будут учить не только чего делать во время родов, но и там куколки есть, как их перенать, как их там носить, ну, то есть и папу тоже будут учить, как заперенать, как взять там, ну, то есть, в общем, всему тому же, чему будут учить от мамы. По поводу, что-то я еще хотела сказать, а по поводу того, чтобы быть с ребенком, я думаю, здесь все равно поддержки есть некоторые, потому что если, ну, там, пусть, я не знаю, 20 лет назад этой нормы не было в законодательстве, она не могла нам прийти в голову, да, что отец сейчас любой родитель может взять, например, тот же декретный, то есть не мать может взять отец, и это будет оплачиваемый декретный отпуск такой же, как у матери, то есть это уже большой шаг, это можно сделать, если семья решила, в том числе, там, ну, снаряженностью, приемных, прочих детей. Ну, опять же, прецеденты есть, там, по военнослужащим отцам, ну, давнишний уже судебный проект, как что рассчитывать и так далее, но то есть мужчины этим правом, пусть не так часто но пользуются, когда мужчина останется в декретном отпуске с ребенком. Я думаю, что не так все плохо все-таки. Я надеюсь, что как-то оно к выравниванию ситуации все-таки движется. Ну, очень медленно, да. Ну, нет, я надеюсь, что, хотя не знаю, вот если смотреть на нормативы, которые за последнее время, вот законы именно, я сейчас завершать буду, я вижу, время уже вышло у нас, нормативы скорее идут в сторону ужесточения, то, что за последнее время пытались ввести, там, мы тут обсуждали, вот там, попытку приравнять, там, церковные браки к официальным, потом, значит, фактические браки к официальным, потом вот эти жилищные алименты, сейчас что-то новое было еще тоже такое про алименты. Короче говоря, не на выравнивание возможностей работают, работают на, так сказать, упали на дно и копают дальше между номеров. Тут очень много противоречивого права. У нас ведь есть вот как бы тут нормы, о которых я сказала, про возможность декретного опуска, а есть нормы, которые действительно очень могут быть не на выравнивание, нацелены. То есть противоречивая правда у нас практика. я хотел сказать, что в целом, насколько я знаю, по крайней мере, статистику, в целом падают и браки, и рождаемость. И это вполне понятно, почему она падает. Так что я не вижу никаких тенденций, даже причин, к чему это может поменяться в возрасте. в будущем. Я думаю, что... статистика по разводам ведь у нас очень какая-то из них. Те браки, которые заключены, очень шоктан по разводам, ну, разные по разным субъектам, но иногда это какие-то ужасающие цифры. Ну, из развяда там первый год проживает, ну, очень мало пары, заключивших этот брак. и из повседневной жизни мы видим такие истории, ну, по крайней мере, вот здесь мы у себя это видим. Так, когда, например, пышная свадьба, они взяли кредиты для того, чтобы делать эту свадьбу родителям, сделали свадьбу, дети прожили три месяца, четыре месяца, полгода, и вот еще год не прошел, они кредиты еще не выплатили, а эти уже развились. Ну, вопрос о семье, да и о браках. Ну, разводы – это бесконечная тема, это мы можем тоже... Это точно. Да. статистика разводов – это, собственно, одна из причин. Ладно, Агата, спасибо огромное, я пришлю версию на ревью в скором времени. Спасибо. С наступившим по-другому годом уже снова. Спасибо. Спасибо за беседу. Ладно. Буду ждать версию. Все добро. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok